Один из региональных центров автоспорта. Этот статус в очередной раз подтвердил Первоуральск. Наш город принял седьмой этап областного чемпионата по автокроссу. В соревнованиях приняли участие гонщики-любители из городов Урала и Сибири. Старт дан. Впереди шесть кругов опасных поворотов и крутых лирожей. В первом заезде автомобили класса D2N. Шесть переднеприводных вазов с доработками кузова и двигателя. С каждым новым кругом накал борьбы нарастает. Зачастую цена победы – это оторванные бамперы и помятые борта. В наш город для участия в автокроссе съехались 20 спортсменов из регионов Урала и Сибири. Первоуральск представляют Александр Тихонов и Дмитрий Суханов. Наши ездят довольно-таки неплохо, но технические проблемы у Александра в последнем заезде. Сейчас техники должны устранить их. А так показывают неплохие результаты. Едут в тройке. Задача для гонщиков – пройти трассу максимально быстро и при этом не допустить серьезных ошибок. Съезд с трассы или столкновение – это потеря драгоценных минут. Автокросс – это самый, наверное, зрелищный вид спорта во всем автоспорте. Одновременно сразу участвуют 6-7 машин и, конечно, определяется победитель сильнейший. Именно выбирает технику езды, он увеличивает скорость, там, где надо притормаживать, опережает всех, побеждает реально сильнейший. Впрочем, аварии и технические неполадки гонщиков не останавливают. Этот автомобиль покинул трассу с помощью эвакуатора. Возникли серьезные проблемы с колесом. На ремонт 10 минут и снова на старт. Настоящий адреналин. Это надо прочувствовать, это надо ощутить, это надо быть именно в автомобиле, это надо чувствовать скорость, это надо чувствовать этот адреналин. Самым быстрым на этот раз оказался гонщик из Челябинска. Вячеслав Акимов первым пересек финишную черту. Второе и третье места у первоуральцев Александра Тихонова и Дмитрия Суханова. В следующий раз в нашем городе гонщики соберутся уже в сентябре. На первоуральской трассе пройдут соревнования «Автоспринт осень-2017». Татьяна Уварова, Дмитрий Коньков и Михаил Пиранков. Служба народных новостей.